С 9 августа в Минске и других городах Беларуси продолжаются протесты против официальных результатов выборов. Чиновники и государственные СМИ утверждают, что акции спонсируются и координируются из-за рубежа. Однако в эту версию мало кто верит. 11 августа мы провели опрос на улицах Минска, чтобы выяснить, что люди на самом деле думают о протестах. И вот что они нам отвечали. Здесь надо пояснить, что обычно мы подобные опросы снимаем одним дублем, чтобы было видно, что мы не выбираем удобных нам спикеров, а подходим ко всем подряд. Но сегодня работать журналистом в Минске просто опасно. Милиция целенаправленно преследует прессу, бьет камеры, отбирает флешки у журналистов, самих журналистов избивают. Из соображений безопасности мы не смогли снять все одним дублем, но вы можете быть уверены, что спикеров мы не выбирали и неудобные ответы не вырезали. Это просто случайные прохожие. Вы поддерживаете протестующих? Да. И на чьей стороне? На стороне протестующих. Я за честные выборы, и мне не нравится то, что происходит сейчас. Вот. Ходил на митинги после сразу выборов. Хотел посмотреть, что из этого выйдет и крайне недовольны ситуацией, которая сложилась. Такая ситуация еще. У меня много знакомых, и большинство после того, что произошло, они сказали о том, что не хотят находиться в данной стране и уезжают. Я в этом их полностью поддерживаю. И точно так же уеду в ближайшее время. Я чертовский город за белорусский народ, потому что я не думал, что произойдет такое, что все объединятся. Я очень рад, что проходили мирные митинги. Видел, как люди действительно поддерживали друг друга и вели себя очень сплоченно и открыто. И когда что-то происходило, все друг друга поддерживали и помогали. Я вчера столько увидел. Меня я просто неделю не видел на выборах. Ну, за годом. 15-16 лет люди шли маршем. Но без выкилов, как у Гитлера. Живя Беларусь. Конечно, поддерживаю. Я тоже... Ну, законы какие-то неправильные. Ну, два срока... Я власти не хочу. Я в народной воле все люблю. Я выскажу сейчас. Вот еду, я напишу статью. А вчера вот убили человека. Зачем? Ребята, вы что делаете? Патриарх высказался. Я сейчас газету писал. Без крови, ребята. Как-то давайте сярим за стол. Поговорим. Ну, 25 лет хватит. Александр Григорьевич, как его там? Давай как-то, прими решение спокойно, скромно. Хутор тебе, выделим территорию. Будешь жить там в Гомельском углу, где-то там в Могилевской. Жена его не принимает, кстати. Жена сказала, я его не пущу назад. Чтоб вы знали. И это я знаю. Но... Стройся. Деньги же есть. Стройся. Никто тебя не тронет. Какие 81%? Когда люди сигналят. Там он стоит, какие-то звездные человечки. У Владимира Владимировича зеленые были в Крыму. Ну, там Крым тоже проголосовал. Сейчас здесь уже черные какие-то. Какие костюмы какие-то? Бабушка спрашивает в автобусе. Я еду. Что это за люди стоят такие? Я говорю, может, они с Марса прилетели какие-то? Черные люди. Где они нашили такую форму? Ну, что же можем подняться? Один на один в поле выйдете. Зачем вы это делаете? Людей хватают, забрасывают в автозаки. Все стоящих поддерживаем обязательно. Позавчера. Да. Мы выходили, само собой. Нас даже задержали после... Ну, как? Меня задержали. И когда мы просто стояли, ждали результаты выборов. 9-го. 8-45. Вот возле МГЛУ. ИНИАС вызвал ОМОН и всех забрали. Хотя мы просто ждали и ничего не нарушали. То есть мы не кричали, ничего. Просто мирно сидели. Там люди были с детьми, с собаками. То есть абсолютно спокойная посиделка. И всех повязали. Не то, что у нас там были сотни. Нет, ну, небольшая группа людей. 60 человек. Да, сидим. Мы ждем. То есть 8-45. Тем более, ну, мы там учились даже. Да, мы закончили ИНИАС. И 8 закончились выборы, ну, как всем известно. И мы ждали результаты, кто примерно объявил 9 часов. И все. Потом приехал ОМОН и всех повязал. Поэтому, да, мы, конечно же, против, само собой. Против? Непонятно просто против чего. Поддержите или протестующие? Нет, нет, нет. Мы против Лукашенко. Мы против Лукашенко. И, конечно же, поддерживаем протестующих. По некоторым причинам. Во-первых, демократическое преобразование. Мы все живем в 21 веке. Мы все-таки Европа. Мы центр Европы. И мы, конечно же, хотим демократию, либерализм, гражданские права. Потому что все-таки верховенство права его никто никогда не отменял. Мы ратифицировали все международные договоры ООН. И их нужно соблюдать. Все-таки договоры ООН — это вышестоящие инстанции. Это выше, чем Конституция Республики Беларусь. Они уже стоящие Конституции Республики Беларусь. Они имеют право посягать на уставы ООН. А так как наша сторона посягает, то о чем вообще может идти речь здесь? То есть мы не можем выйти сейчас свободно на улицу. Вот мы вышли на выборы, да, проголосовать. Нас задержали. Я закончил ИНИАС, бакалавр. Меня хотят призвать в армию. Ну, ввиду закона, я думаю, многие наслышаны о призвании в армию. Ну, и много с чего, на самом деле. Нам не могут предоставить рабочее место. Я закончила ИНИАС, у меня два языка — английский и китайский. Я никому не нужна. Меня просят обзванивать людей и продавать им фильтры. Человека со знанием китайского языка, я уже почти магистр при этом. Мне очень откликается то, что они делают. Наверное, по сути, так неправильно, но нет просто никаких других возможностей достучаться до власти. Просто нет. Власть не слышит. А мы же народ, мы вообще-то избирали президента. И он наш нанятый, ну, руководитель нашего государства. Ну, прием, это он приватизировал страну и не хочет уходить. И что делать народу тогда? Ну, вот как? Что еще можно сделать? Нет и других вариантов. Так что приходится самим бороться. Я поддерживаю их мысли, но когда они бьют витрины, я против этого. Зачем, допустим, человек, хорошо, они побили витрину. Как вы считаете, этот человек ее купил. Вы думаете, ему государство это вернет деньги или нет? Он опять будет за свои гроши покупать. Зачем это ему? Я против этого. Вандализм я не поддерживаю. Мысли? Да. Хорошо, пускай я, в принципе, тоже не очень рад нашему президенту. Но курочить я очень против. А вы поддерживаете протестующих? Нет. Не поддерживаете? Нет. А почему? Потому что я вижу, сколько сделал Лукашенко для нашей страны. Он очень много сделал. Он очень честный человек. И вообще очень трудолюбивый. Я его очень поддерживаю. А что можно сказать? Спасибо вам. Я довольна, что он победил. Что вы пожелаете людям, которые вот сейчас выходят на улицы? И как вот это все такое? Я им пожелаю, чтобы они поняли, что они оказались неправы. Что они должны поддерживать Лукашенко. Они не понимают, что делают. Никто не понимает. Даже Тихановская не понимает. А то, что он победил, это очень хорошо. Значит, мы дальше будем двигаться. Минск стал такой красивый. Есть где отдыхать. Есть что кушать. Пенсионерам хорошо. Пенсии, в общем-то, хватает. И на лекарства. И на все. В основном мне особой одежды не надо. Но у меня есть. Я просто не одеваю. Ну, в общем, я довольна выборами. А что могу сказать? Я музыкант по специальности. Он поддерживает музыкантов, культуру. И вообще очень много делает. Я просто не могу перечислить. Но как все стало красиво в Минске. Европейский прекрасный город. И это все он создал. Молодец. Я ему жму руку. Лукашенко, он вообще образование имеет такое, что он умеет управлять. А это что? Они же не умеют управлять. Они просто любят кричать. Их надо успокоить. Я довольна, что все сейчас тихо, спокойно. В основном красиво. И пусть дальше так будет. А Лукашенко не прав. А я что, не права-то, как ее это? Лидия? Лидия наша. Я ее это не люблю. Я когда-то, это было еще, когда Лукашенко у президента избирался, когда он набрал 96 процентов, да? Возил этой вице-премьера. Ткенник Ивана Альмина в жизни. Так Витебская область 4 процента набрала, а он получил 96 процентов. И потом сам сказал, ой, что-то вы мне много записали. Сам был, протестовал. Не то, что протестовал, а просто со всеми людьми. Как и положено. Наш народ должен это, как вам сказать, просто нас это и не надо, это овцами называть. Как он вчера Лукашенко высказался. Пускай Лукашенко это сам вспомнит, как ему оторвали пиджак во дворце республики, когда он избирался в президенты. Он молчит про это. А люди знают. Конечно, поддерживаю. И? Ну, вообще, в целом, что вы думаете о протестах, о всей ситуации сложившейся? Победе Лукашенко, так называемая? Не хорошая ситуация. Победа однозначная. Не у Лукашенко ситуация совсем не хорошая. И то, что он обещал не держаться синими руками за власть. Все против. Вот. Все, чем закончится, это, конечно, мрачно. Это лучше видно там наверху, чем это может закончиться, чем нам снизу. Нам надо работать, кормить семей, а не воевать друг с другом. И всем привет, которые в форме и в касках. И вот напротив сравнить штаб военных, детский сад. Это сравнение всей нашей страны. Я вообще-то вроде как отношусь нейтрально ко всему, но очень плохо то, что даже люди, если высказывают свои умения, нельзя людей избивать. Нельзя их, кто бы ни был, молодежь, возрасте люди или кто-то еще. Они высказывают свои умения. Зачем их избивать? Зачем? У меня сейчас дочь звонила. Говорит, я вчера вроде мальчика убили. Я слышала. Но это вообще никуда не годится. У нас вот у подъезда вчера мальчик сидел. Мы ему практически жизнь спасли. Дубинкой рассекли голову. Ну как это так? Ну и люди тоже все смотрят. Ну все, знаете, всем же интересно. Мы его затащили в себе, все меры, как говорится, приняли. Вызвали скорую помощь, отвезли в больницу, положили швы. Поэтому здесь каждый человек может высказывать свое мнение. И если это мнение не обязательно идет в какой-то главной линии, то я считаю, что не стоит людей. Пусть высказываются, но людей трогать и избивать нельзя. Нельзя им рот закрывать. Я не хочу связываться. Возраст не тот. Мне 81 год. Я еще буду. Я просто не пошел голосовать и все. Спасибо. Потому что бесполезно. С этим нашим, извините, все время будет. Никак он себя не даст в обиду. Поддерживаю. Глубже чуть-чуть больше. Надеюсь, что их, так сказать, труд не зря. Вы поддерживаете протестующих? Да. А подробнее чуть-чуть? Да, не, уже не надо такого делать. Вы знаете, я вообще-то за то, чтобы у нас была правильная социальная защита. Понимаете? Потому что очень много людей страдает из-за того, что просто нет такого правильного отношения к людям, которые нуждаются. Одним словом, на вооружение есть, а людям, чтобы поднять, идет вымирание. Вот и все. А протестующие, ну, в смысле, вы на стороне протестующих или на стороне государства в этом конфликте? Вы знаете, в общем-то, за честное, я на стороне протестующих. Потому что мы не так живем, на таком уровне, как где-то правильно живем. Вот такая ситуация в нашей положении жизни. Поддерживаю. Поддерживаю. Что вы вообще думаете о всем протесте, о средствах и о всем остальном? Оправдывают ли средства, цели средства, которые применяются? Со стороны протестующих пока что особых средств нету. Но только что... А со стороны власти, конечно, полный беспредел. Вы хотели узнать, поддерживаете ли вы протестующих? Да. И я, и она. И я поддерживаю. И все наше семейство. Молодцы. Это радует, что люди проснулись, молодежь активная. Общество будет другое, надеюсь. А власти надо делать выводы. Хотят, не хотят, надо перемены. Так продолжаться не будет. Проиграет. Он проиграл и сейчас на выборах. Естественно, это результат фальшивый, скажем так. Поэтому будем надеяться на лучшее. Вот, а пожелаю, если надо людям, чтобы не впадали в апатию, уверенность. Поэтому вот этот верим, можем, переможем. Да, правильно. Вы поддерживаете протестующих? Да. Или какие-то, может, другие, альтернативные, видите? Выходы или нет уже? Нет. Мы за перемены. Да, мы ходили. Ну, я ходил вчера. Был в районе спортивной. Как вообще мнение? Ну, сейчас подумаю. Люди выражают свое недовольство. Я иностранка, но да. Поддерживаю. Но я не участвую. И голосовать тоже я не имею права. Ну, поддерживаю. Хорошо, спасибо вам. Конечно. Расскажите ваши отношения. Протесту ко всему. Ну, мы считаем... Ну, это вообще, на самом деле, все очень страшно, что происходит. Но я вообще не участвую, допустим, в этом сама. Но лично я горжусь за народ, за то, что все это вообще происходит, за то, что люди все это делают. И, ну, гордость берет, какой-то патриотизм. Вот. Люди молодцы, что они сражаются до победного конца. Даже несмотря на все эти ужасы, что там и человек умер, и кого-то там автозак переехал. Вот. Ну, люди ждать просто в стволе уже. Люди терпеть не могут. Да. Люди выходят. Ну, гордость берется людей. Да, поддерживаю. Расскажите о вашем отношении ко всему. А вы кто вообще представьтесь? Канал Ильи Варламова. А, Варламова. Да, смотрим. Я 9-го числа мы выходили к участкам смотреть, как считают голоса. И вообще, ну, чтобы они нам предоставили результаты. Там у нас под прикрытием ОМОНа результаты не показали. Вот. Мы, соответственно, 9-го числа вышли. Но мы за пределы района не выходили. Я живу достаточно далеко. Вот. Мы ходили у себя на районе. Ну, в общем, обходим блокировки Телеграма. Смотрим, пытаемся понять вообще. То есть, ну, как... Даже вот чисто морально, как можем, поддерживаем. То есть, ну, потому что то, что я сегодня смотрел на российском телевидении, это, конечно, ужасно, что они показывают. Они показывают все вообще не с той стороны, с которой нужно это показывать. Вот такие вот мои мысли по этому поводу. Они как белорусская, в смысле, показывают такая же или что они показывают? Они показывают то, что я сегодня видел на российском телевидении. Это то, что это все проплачено Западом. Это то, что Лукашенко действительно набрал там 80% голосов, а люди просто чего-то там пытаются доказать. Вот. Ну, такое чувство, что они вообще не в курсе, что у нас тут происходит, что люди просто реально устали от того, что у нас творится. Мы спокойно относимся к этому. Как вам сказать? Протестующие, это правильно, что они выступают, потому что они, государство должно понимать, я не знаю, большинство мнения явно выражено. Вот. Но это должно чем-то финализироваться, то есть чем-то закончиться должно. Протестующие не победят. А в страну это вернет в большие потери. Борьба возможна, но, наверное, надо переходить на другие формы. На какие, например? Ну, в процессе мирного существования, там, партии создавать, развиваться. Вот в таком плане, как везде в мире. Такого, ну, где в мире только уличными боями забирают власть. Такого нет. Надо, чтобы общество добивалось такого, больше демократизации внутри страны. Вот этот путь. Потому что сегодня вряд ли они переломят силу оружия. Плохо отношусь к протестующим. По-моему, эти люди, которые зомбированы средствами информации интернетовской, и они как бы тоже своего рода люди, зависимые от информации в интернете и действуют в зависимости от этого. Я считаю, что Белоруссия хорошая республика, что она может развиваться. И если что-то в ней делать, то не путем таких вот ужасов, которые устраиваются вечером с этими гудениями, с этими машинами, с этими бойнями, провоцируя как бы это все на кровавое такие побоище. По-моему, у меня сын вот сейчас, по-моему, задержан. И, наверное, его где-то там, ну, сказали друзья, что, скорее всего, что он задержан. Он не пришел ночевать, а вчера пошел как бы, ну, правду искать, я называю. Я считаю, что в Белоруссии можно жить, что можно развиваться, что тот, кто хочет делать свой бизнес, он делает. Что развиваются агрогородки, я сама знаю, там живу, вот, дача у меня возле Петришек, хороший городок. И кто хочет там развиваться, кто захотел, открыли магазины с мясом, с молоком, с этим. Люди, которые хотят делать бизнес, они делают. Те неудачники, которые не умеют делать, они протестуют, понимаете, которые... Я считаю, что это бунт неудачников в основном, которые, как бы, вот таким образом выражают свое недовольство. Это моя точка зрения, и я в ней убеждена. Поэтому я не понимаю, как можно в 12 часов, да, вот под окнами люди, напившись, старики, снотворных, да, уложив детей вообще. Это заслуживает того, чтобы вот этот ужас под их окнами, который день уже подряд, не мешал им спокойно жить, понимаете. А вот эти протесты, вот эти, которые, я в основном считаю, что это люди не своим умом, ну, вот сами по себе и без организаторов, молодежь бы не поднялась бы. То есть я считаю, что это тоже воздействие, и они подвластны вот каким-то таким вот воздействием, которое на них оказывается. Спасибо. А у вас сын задержан? Да. И вы поддерживаете при этом? Я поддерживаю при этом вас. А если его проломят ему, например? Ему ничего не проломят. У меня отец был милиционер, и я знаю, что ничего там не проломят. А если милиционер проломят? Милиционером? В смысле жертвы? Не с той, не с другой стороны. Это невозможно. Это я тоже говорю о том, что те, кто вот это организовывают, а это организовывают, и что вот эти дети, которые там вот, которые вот идут вот оттуда протестующие, в основном это до 30, в основном это молодежь, которые, я вам скажу, но их жалко немножко, они инфантильные, инфантильные, у них нет своего точки зрения своей, и скучно жить, и что-то не удалось, и вот это вот, эй, вот, эй, пошли, пошли, и там интересно, здорово, классно, игра, идет игра такая, которая связана с жизнью, понимаете? Самым страшным словом, жизнь, задействованной жизнью, и нужно, прежде чем идти и на кого-то набрасываться, нужно думать, что ты делаешь, что что на этого ОМОНовца, он такой же, как и ты, понимаете? Он тоже служит, он тоже делает свое дело, вот ребята здесь стоят, они делают свою работу. Когда моего сына как-то задержали в милиции, был комендантский час, и я была очень беспокоена, и это, и потом я им дописала благодарность, спасибо, что вы, как бы, думаете о жизни моего сына, потому что вы его задержали в комендантский час, и тем самым думаете о его безопасности, и о моей тоже безопасности. Поэтому то, что его задержали, сына моего, сегодня, я даже, потому что, во всяком случае, сегодня его не убьют, и завтра его не убьют, он будет сидеть в тюрьме, понимаете? Ужас, просто вообще все это ужасно, конечно. И я никогда не думала, что столько одурманенной молодежи, вот столько немыслящей молодежи может рвануть на улицу на эту игру, игра в казаки-разбойники, которая плохо кончится. Тем более, что Светлана, она уже поняла, что происходит, она уже уехала, ее уже, конечно, обезопасили, отправили там в эту. Ну, конечно, ее, как бы, там, по тому, что вот она должна прочитать то, что она прочитала, да? Ну, все, вот уже, это уже все состоялось, вот это уже нужно завязывать, понимаете? Все сделают свои выводы, и они, я в основном тоже, как бы, власти это тоже критикуют за какие-то вещи, там, за отношения с Москвой, еще за слишком какие-то там амбициозные высказывания, но все должно решаться не таким, получается. Это вообще, это вообще, кому я это все рассказываю вообще? А, ну, я рассказываю это все, это память.